так кажется я попадаю в комнату ладно поехали дальше ну по порядку 2 со всеми данила добрый вечер николай вам здравия юрий добрый вечер бухтиярова ну казахстан всегда на месте кузбасс на связи привет тетяна пропивин сергей перский край привет эмилианна елена всего хорошего хорошего вечера и я круиз кирова приятного просмотра петрунин томс на связи и господин всем здраво для тихина приятного вечера джек за костерман дашь брат снегирёв добрый вечер суток александр добрый вечер яйцо хабаров весна идет морозы минус 30 закончились обещали 40 а было было 41 вопрос нужен ли подвоенный полив подзимный полив аплюкосов культурное время при таких морозах значит так есть крайние случаи если была обычная осень ни в коем случае поливать нельзя только самая-самая-самая сухая осень должна и причем это точно уже сброшен только когда сброшен лист можно несколько ветер полить вот и не дай бог поливать когда за этим возвращается тепло а лист не сбрасывается только потому что вы полили так алина всем здравия ленинградская область у нас погодные качели 1 минус 1 мокрый снег но это еще терпимо всем привет александр рыбин живое время свинин привет деду хангельской области нижний наугород привет самахина ольга привет всем плантурного обучения спасибо катя татьяна федосеева траве алексей ковалья качели спасибо за поздравлению рождения вот он наш именинник алексей алексей иванович сергей александр здравствуйте виноградов траве тверь всем добра и света и сихина все короче днем рождения и бог вам помощь а ему и так бог помогает нисколько не сомневаюсь в этом дмитрий кузнецова здравствуйте не совсем согласен насчет плодовых подвоек был знакомый ледовом саду у нее яблоки на каждой подвоек так вот он поливал яблони и забыл исключить воду вспомнил приходит к яблоню лежат на земле собственным весом вывернула с корнями ух ты а вот для черешней вишни есть козл 2 выведен в советском союзе извините ноги нельзя не подвержен болезням морозостойкость от поверхности у корней мин 16 грантов воды не страшно много плюсов настоящее время как считается лучшим подвоем для черешни так рождение кузнецов давайте русских раций могу сказать по-другому дружище дмитрий не официально скажу давайте так и так вы сказали что я не согласен так если вы приводите пример когда яблони вывернула с корнями так чем же вы не согласны я согласен с вами и вы должны быть согласны королевые подвоем яблони не держать почему именно там на юге делают следующее не просто как мы еще палки втыкаем они быстро сгнивают делают зазобитанные опоры дорого да а куда деваться никуда не денешься вот иначе бы у них вот если бы не был опор и бы все сады лежали бы на земле не держат эти корни искусственные маленькие коротенькие они не держат поэтому его как вы пишете под собственным весом вывернулась корнями из локтой земли почему вы тогда со мной не согласны это как раз то что имел ввиду вот а вот для череши вы пишете есть вошел 2 вы сами знаете у нас тут немножко осталось время позволяет и всего два длинных письма поэтому я объясню итак есть книга называется авторы не называют название примерно я показывал это но где у нас пока живой автор а несмотря на такой довольно солидный возраст по крайней мере еще недавно показывать видеофильм а явно себя его 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 книгу буквально извините из финал там была страшная вещь написано что череши неправильно что в каждом ярусе они имеют от пяти до восьми весах скелет скелетных каждый год они дают они неправильно и но это ее мнение такое вот зачем она это вообще стране а надо оставить три остальные выпилить естественно после замору церковь падает до нуля это сто процентов я и понять не могу как еще что-то мне могло получиться она же считаю я у нее есть фотографии как раз такого дерево она была распята с помощью этих неудобно я показывал может друг раз покажу она была на проволоках распятая я его назвал садовый христос настолько она была изувечена невероятно дико страшно вот столько было веток потряс на ужас и вот она считается до сих пор все нормально но учились есть недостаток вот возьмите через и ботера я вам покажу не раз что я показывал высота 15 метров это сколько четыре заряди 5 и я вам показывал мне если за фотографии примерно вот я покажу это пень которая сносит них я понимаю даже вот туда надо было искать не скоростно подводит потому что черешня рода это я показывал против показывал девочку мою помощницу мишку которая собирала вишни птицы клевали достать невозможно даже половины до половины на небольшой есть этот складной лестнице на 2 метра становишься держится за день на 2 метра поднялся руку поднял еще только до половины достаешь ну вот и упустил ну упустил а птицы клюют и как бы сплёвываешь кусочки нам не все боюсь очень мало ну в конце концов большую часть урожая мы теряем так уж получилось а ученые должны были придумать а что же нам делать то нам нам же надо тогда придумать такой подвой все все было небольшая компактная а я вам на последнем вебинаре что показывал я в саду пианист те которые близко себя не считают крупным садоводом который просто вырос у него яблони жигулёвшка если я видел у себя тыси подвесили дерево у него там явно было то ли 40 то ли 50 также жигулёвка тоже но черёвушки склон теплее там уже все творилось какой урожай невероятно и вот данном случае речь шла о чем значит если вот о чем он лично вот нечего вам показывал приезжайте наука ко мне к нему я мог совершенно я бы ученых бы привез потому что это не лично делать дальше он получился дальше привык давай теперь тиражера все на этих поколения запады степных вещах и тогда вот то самое получится но они будут по двое корневыми отводками это прекрасная замена сельцевых этих самых тем более не всегда удается там где-то близко готовы воды не всегда удается сельцевой посадить друг водорядом а степная вишня на той степной на все случаи жизни она как универсальное что-то есть универсальное и он взял и привел у него удача привыка получилась давай продолжать со степной вишнях нет они взяли перешли на клоновое подворье и мне неудобно я тогда это уже когда видел я живой когда на лекцию читает это было вчера мне прислали ролик она читает лекцию вот слушайте внимательно книги я увидел там было написано подвой вишневый клоновый то есть меня удивило что то есть фотография он показывал кто-то помнит может или мои эти казахстанские друзья они почему-то на фотографии вот все были вот так я недоумевал если они сами упали зачем их рекламировать книги что вот они по двое вот они выращены специально точнее что носили вот так вот такой видами не выдержали то я не мог понять смысл может я вообще просто но не понимаю если они упали сами по себе взяли упали не выдержали корни не держит то зачем фотографии было уже в книге как они с помощью этих подвоек собираются делать их и на север и в качестве получить компактную крону чтобы не лазить туда спокойно собрать урожай и вот они вот такие вот и если хоть один здесь напишет а хочу убедиться тогда вот там у меня в архиве я достану эту книгу вот крупным планом скажу перри фотографирую эту же подряд ли этого подвоя клонов подволь и покажу и вот вчера и не раз пришла это то я включаю она там рассказывать по челюсти а это первый единственный фактически специалист по челюсти и вдруг вот я специально я же не говорю про все я много чего не нравится вот не нравится когда это лишние ветки находят у челюсти но вот допустим не был за один вопрос вы не согласны сирпом и подводит так и даже привели что в вишневый подводит якобы есть но какой бы ни был клонов у корней все равно не хватит выдержать весь сережный она и вот теперь это специалист рассказывать да бывало так вот так вот так вот так вот так все равно хотя обгоняет через лишнюю но они настолько близкие родственники что если никогда у нас не ломались допускай и взял дальше рассказывать вы понимаете падают 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 и падают вот это есть тупик это сказал специалист который просто подсказал правду вот видите он сказал правду ну а теперь говорите что кузнецов вы не согласны сирпом и подвою вот у знакомого вывернула по собственным весом в с л-2 в советском союзе известно степной прекрасно но и все степное может быть корни мотарнете как было у пианиста в саду вот будет сплошь вот сплошь вот все в этом заросли бери вы капает так легко нарастить корни пусть обрубишь пуповины тут 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 посадил сильную обрезку сделал как я учу не оставляю вот этот метр-полтора а вот так вот наносит корни привай на нее но только не на клоновые подвое клоновые подвое это корни не из почек это корни из клеток это овечки доли они не полноценны никогда и я не видел по-настоящему никаких взрослых садов подчеркиваю взрослых и черешних садов на этих подвоях дмитрия которых вы говорите продолжим разговор вы не согласны может быть у вас этого нет помочь есть давайте заметьте никогда не скрывая ничего даже когда мне критикуют пожалуйста найдите эти фотографии до сих пор еще а абрикос на волосе значит груша взрослая допустим на ирге на боярышнике на рябине но ищите обнимают и продают а абрикос на это на бесе писяной вишни продают десятками сотнями тысяч продали их миллионы покажите мне фотографии конце концов ну это когда меньше больше на меньше извращение